Во все времена люди задавались вопросом, зачем человеку нужно спать. И правда, ведь мы тратим треть жизни на, казалось бы, пустое времяпрепровождение. Так давайте разберемся, почему, а главное, как нужно спать. Многие великие личности пытались сократить время сна. Так, к примеру, Петр Первый спал по пять часов, а Томас Эдисон всего два. Но с другой стороны вопроса, если сон занимает столь большую долю времени, то он более важен, чем питание. Так, человек способен голодать до месяца, а без сна продержится максимум неделю. Многие успешные люди не устают повторять, что сон является залогом высокой продуктивности и верного мышления на протяжении дня. Из чего можно сделать вывод, что сон – это немаловажная вещь в нашей жизни. В этом видео я хочу вам рассказать о способах быстрого засыпания. Способ номер один. Примите теплый душ за час до два до сна. Более простой вариант – сделайте теплую ванну для ног. Врачи рекомендуют плескаться от 20 до 30 минут. Как показывают исследования, согревшиеся незадолго до сна люди расслабляются и засыпают быстрее. Если у вас регулярные проблемы со сном, сделайте теплый душ или ванну вечерней традиции, и организм привыкнет засыпать сразу после водных процедур. Способ второй. Понести температуру. Иначе особые термочувствительные клетки в мозге просто не запустят механизм засыпания. Лишние градусы тело отводит с помощью конечностей, поэтому руки и ноги перед сном теплеют. Чтобы помочь ему, достаточно открыть форточку, балконную дверь или установить кондиционер на 15-19 градусов по Цельсию. Разброс связан с индивидуальными особенностями организма. Для кого-то 19 градусов уже прохладно, так что ориентируйтесь на собственные ощущения. К слову, теплый душ или ванна, упомянутые в предыдущем пункте, помогают сделать падение температуры тела более резким, а значит, вы заснете быстрее. Способ номер три. Возьмите в постель грелку для ног. Она расширит кровеносные сосуды в нижних конечностях и позволит ногам эффективнее отводить тепло. Это ускорит засыпание. Способ четыре. Выпейте перед сном что-нибудь теплое. Это еще один способ сделать перепады температур более резкими. Чашка теплого молока или травяного чая не только согреет, но и поможет расслабиться. Особенно эффективным в плане борьбы с легкой формой бессонницы физиологи считают ромашковый чай. Также подойдут травяные напитки на основе мелисы, фенхелия, боярышника. А вот от кофе и чая, черного и зеленого, перед сном лучше отказаться. Они не только бодрят, но и имеют мочегонный эффект, пусть и очень легкий. Однако, достаточны для того, чтобы разбудить вас посреди ночи позывами в туалет. Попробуйте принимать мелатонин. Мелатонин называют гормоном сна. В норме он начинает вырабатываться в темное время суток. И методично готовит организм к засыпанию, снижает кровяное давление и температуру тела. Здоровый организм производит мелатонин в необходимых количествах. Но иногда что-то идет не так. Ряд исследований показывает, что прием мелатонина ощутимо уменьшает сложности с засыпанием. Как правило, хватает от 2 до 3 мг мелатонина перед сном. Однако, важно учитывать, что наука пока мало знает о долгосрочных и, возможно, негативных эффектах приема биодобавок. Поэтому баловаться самолечением не стоит. Если вы хотите попробовать мелатонин, обязательно посоветуйтесь со своим терапевтом. Бонусный совет. Постарайтесь не спать. Да, парадоксально, но закон подлости все-таки работает. Небольшое исследование, проведенное учеными из университета Глазгоу, показало, если попросить страдающего бессонницей человека стараться держать глаза открытыми, он заснет быстрее, чем его коллеги, которых ни о чем таком не просили. Сон – чуть ли не единственное занятие в жизни, где чем больше вы стараетесь, тем выше риск потерпеть неудачу. Так что расслабляемся и засыпаем. А какими способами, чтобы быстро заснуть, пользуетесь вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И если это видео наберет 200 просмотров, я выпущу вторую часть, где расскажу вам об остальных способах быстрого засыпания. И если благодаря этому видео ты смог улучшить свой сон, обязательно поделись своей историей в комментариях. Спасибо за просмотр, я желаю всем счастья, мира, удачи и добра. Всем пока!